Приветствую вас! Мне бы хотелось спросить у вас для начала, что заставляет вас с этим человеком хотеться рядом. То, что он вам как-то изменяет, то, что он делает что-то плохое, я имею ввиду вам, это понятно. Но это ВИЧ, его как бы потребность, это его желание, это его как бы стремление, это его выбор в конце концов. То есть это выбор самого человека. И я не очень хорошо понимаю здесь вас. Почему вы, собственно говоря, вот так вот как бы терпите все вот это вот, что он с вами делает. То есть, условно говоря, ситуация следующая. Вы по какой-то причине оказались в подобной плохой ситуации, подобной негативной ситуации и вас что-то удерживает в ней и не позволяет вам вести себя по-другому. И я бы хотел, чтобы вы подумали, каково значение, каково значение вашего парня для вас. Определенно, что вы для него готовы сделать очень много. Определенно, что вы слишком сильно, я бы даже сказал, чересчур сильно зависите от него и нужно выяснить, почему. Почему значение мужчины для вас настолько большое, настолько серьезное, настолько сильное, что вы ради него раз за разом выступаете на одни и те же грабли. Совершенно очевидно, что у вас имеет место быть зависимость. Зависимость это зависимость у вас прослеживается невооруженным взглядом. Ваша зависимость прослеживается очень четко и я бы хотел, чтобы вы для себя постарались бы как-то вот определить, почему у вас есть эта зависимость, чем она обусловлена, эта зависимость, почему она у вас появилась и так далее. То есть нужно вот эти моменты вам для себя постараться прояснить. Потому что объективно то, что происходит сейчас, это вам вредит. И вредит вам очень сильно, надеюсь вы это понимаете. И если вам это вредит и вредит очень сильно, то все же, все-таки вы подумайте, какие потребности вы хотели бы удовлетворить с помощью мужчины, с помощью этого человека. Какую потребность вы хотели бы удовлетворить, какие желания мужчина должен удовлетворять с вашей, ну как бы по вашему мнению, да, какие желания он должен удовлетворять. Вот постарайтесь подумать на эту тему, постарайтесь ответить себе на этот вопрос, постарайтесь проанализировать по всему, что заставляет вас раз за разом, вот собственно, как бы позиционировать себя как зависимого человека. Было бы очень здорово, если бы вы вот это для себя сами бы как-то поняли, было бы очень здорово, если бы вы сами вот это как-то для себя выявили бы. Было бы здорово, если бы вы начали разговаривать, говорить о своих желаниях, о своих потребностях, о своих каких-то моментах таких, которые вот именно вас беспокоят и заставляют действовать подобным образом. То есть это все реально то, что вам нужно сделать, это все реально то, что вам необходимо. И из этой ситуации, как таковой, вы не выйдете до тех пор, пока не будет у вас вот этой вот направленности, то есть пока вы не решите осознать свои желания, пока вы не решите осознать и понять, чего вам хочется, что вам нужно, почему вы вступили в эти отношения, почему вы позволили мужчине так с собой обращаться, чем обусловлено, чем обусловлено ваше пожелание, ваша потребность, так вот позволяет так с собой обращаться. И самое главное, это почему вы так себя не любите, почему вы настолько себя не цените, что готовы позволить мужчине вот так вот с вами обращаться. То есть вы спрашиваете у нас помощь, я понимаю, помощь вам нужна, но какую помощь вы хотите получить, мы не можем просто взять и изменить ситуацию, это сделать нужно вам, если вы не хотите этого сделать, если вы, например, недостаточно замотивированы на то, чтобы это делать, тогда мы вам не поможем, а вот если хотите, сами нужно с вами работать, выяснять, например, почему вас не поддерживают, например, ваши родные, затем вам нужна их поддержка, для чего она вам, эта поддержка, если вы в отношениях явно не первый год, то, наверное, значит, вы уже не ребенок. Вот на все эти вопросы, ну и постараться найти ответы, и тогда, я думаю, вам можно будет помочь. Тогда я думаю, что вы, наконец-то, встанете на путь определенного развития, я думаю, что вы встанете на определенный путь становления и избавления от зависимости, тогда вы поймете, что мужчина, собственно говоря, просто-напросто вас использует и думает он только о себе, а не о вас, и поскольку это зависимость, вам необходимо срочно менять свое местоположение, срочно менять свое местоположение и срочно думать о том, чтобы изменять свой образ жизни и условия проживания. Без этого вряд ли у вас гарантированно что-то получится, потому что слишком сильны будут ассоциативные связи. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи!